Здравствуйте, коллеги! World Food вновь на ваших экранах. Рядом со мной новый интересный спикер. Здравствуйте! Представьтесь, пожалуйста, какую компанию представляете? Меня зовут Николай Холодильев. Я представляю компанию «Ясные решения». Расскажите, чем занимается ваша компания? Мы занимаемся консалтингом. У нас совершенно широкий круг вопросов от анализа рынка, планирования продаж, построения стратегии компании, предоставления тактических инструментов и в конечном итоге маркетинг по поводу потребления и реализации продаж и выручки и прибыли компании. Я очень признателен организаторам за то, что меня пригласили выступить. Я выступил на секции «Овощи и фрукты». Я говорил о категории овощей и фруктов, что с ней происходит, где есть потенциал роста, в каких регионах России есть рост и в каких подкатегориях овощей и фруктов. Это ключевой момент. Есть рост, а каких, к сожалению, есть и падение. Может быть, вкратце, прям вкратце, для тех, кто не успел посетить вашу сессию, но сможет посмотреть нас в YouTube, какие-то прям экскурсы в вашу тему? Ну, экскурс, если коротко, то в течение многих лет, пяти последних лет, потребление картофеля в России падает. Но это вовсе не означает, что у людей нет денег на картофель. Просто это означает, что люди расширяют тот ассортимент продуктов, которые они потребляют. Поэтому категория помидоров растет, категория огурцов растет, потребление винограда растет и так далее. А, соответственно, картофель страдает от этого, и потребление картофеля в России действительно падает. И неконтролируемый рост батата вдруг? Ну, это вполне ожидаемо и контролируемо, потому что, несмотря на то, что все говорят о том, что реальные доходы населения падают, что у людей нет денег, поэтому они вынуждены экономить, это отчасти так, но все равно в конечном итоге человек в первую очередь думает о своем здоровье и думает о питании. И овощи и фрукты, почему мне приятно было выступать на этой секции, а я сам около 10 лет картошкой занимался, то я очень хорошо знаю эту категорию. Люди просто очень сильно думают о здоровье питание, о том, что нужно им для здорового питания. И овощи и фрукты – это прекрасная категория для того, чтобы наладить свои любые вопросы, связанные со здоровьем, для того, чтобы улучшить свое самочувствие и в конечном итоге, чтобы можно было долго жить. Расскажите, получается, в пандемическое время, когда доходы, правда, снизились у населения, но при этом люди стали задумываться больше о своем здоровье, получается, потребление товаров, фруктов, овощей возросло? Ну, в разных подкатегориях, как сказал, несколько по-разному, то есть картошка, например, в частности упала, но в целом овощи и фрукты за последние 5 лет демонстрируют 15% роста, за 5 лет эта категория целиком полностью выросла. И о каком кризисе мы с вами говорим? Если потребление растет, да, есть некоторые категории продуктов, которые, например, картошка, которую я уже пятый раз упоминаю, да, действительно она падает, но просто она заменяется более дорогими, более премиальными продукциями и успех в конечном итоге зависит от производителей, будут ли они предлагать ту продукцию, которая действительно нужна, высокого качества, с налаженной транспортной и системой логистики, с условиями хранения, для того, чтобы обеспечивать доставку прямо до дома или нет. И второе, конечно, это очень сильно зависит от ритейлера, как они организуют свое место, как они организуют категорию, будет ли коммуникация в точке продаж на потребителя, ориентированная на поводы потребления, потому что люди в конечном итоге идут зачем-то в магазин, то есть у них есть повод, они хотят, например, провести вечер в семье или хотят пригласить гостей, вот это их повод. И дальше они идут в магазин и выбирают, и выбирают то из того, что им предлагают. И если будут триггеры, которые напоминают посетителям магазина о том, что не забыли вы или купить там овощи и фрукты к своему ужину, значит, это как раз и стимулирует покупку. То есть от ритейлеров очень много зависит. И от этого зависит, соответственно, развитие всей категории и зависит наше будущее. Мы с вами делаем наше будущее. И я надеюсь, что наше с вами интервью станет нужным триггером, потому что слово «картофель» мы сегодня назвали очень много раз. И надеюсь, люди, посмотревшие наше интервью, потом пойдут в магазин, с удовольствием купят себе картошки, пожарят ее, сварят ее и так далее. И потребление картофеля тоже возрастет. Будем надеяться, что так произойдет. Спасибо большое. Спасибо вам большое за интересное общение. До свидания. Субтитры подогнали Симон.